так доброе утро дорогие друзья всем доброе добрейшее веселейшее утро из святого города иерусалима и мы продолжаем изучать тору тору учение учение свет не учение чуть свет на работу как говорили некоторые люди хорошо дорогие друзья всем привет доброе утро доброе утро мы продолжаем изучать тору тору божественную мудрость и значит с вами цхак ментусевич кто меня не знает узнает кто знает всем привет из святого города иерусалима все в инстаграме тоже привет в инстаграме так как заходит много людей которые со мной не знакомы я чтобы каждый раз не объяснять кто я и чтобы они никого не отвлекали я в инстаграме отключаю отключает комментарии а в фейсбуке есть комментарии на странице воикра уже знают кто такой цхак ментусевич и знает что мы изучаем именно тору тору тора это божественная мудрость это знание это направление это духовная структура мира которую бог дал через моисея мошера бену моша учитель нас его называют 3300 лет назад и которую дальше он дополнял через пророков было в народе израиля 300 тысяч пророков просто не пророков я не знаю я знаю что были пророки не только в народе израиля был такой пророк белям он упоминается в торе что он был пророк и бог с ним разговаривал но я про остальных не знаю у меня нет никаких знаний про остальных пророков а сейчас мы изучаем книгу которая входит в письменную тору то есть мы начинаем изучать ближайшие три недели мы будем изучать книгу которая входит в письменную тору и как следствие входит в христианскую библию все книги которые входят в письменную тору все эти книги входят без исключения в христианскую библию почему-то там они называются ветхие заветы я не знаю почему они так называются но значит они входят так как них полностью раскрывается Сущность Бога в этом мире Как Бог в этом мире себя проявляет И мы изучаем как раз Вот эту вот часть То что называется письменная Тора Но у евреев есть еще устная Тора Чтобы вы знали У евреев есть устная Тора Которая Моисей Мошеробейну Он получил вместе с письменной Торой Он получил сразу же и устную Тору Но письменная это был сжатый файл Который он записал А устная передавалась от человека к человеку В еврейском народе она передавалась На протяжении 1300 лет 1300 лет И где-то около 2000 лет назад Когда еврейский народ отправился В последнее изгнание То есть это было последнее 2000-летнее изгнание Для исправления Для того чтобы собрать со всего мира То что называется искры святости Чтобы все могли подняться к Богу И сейчас заканчивается уже Практически закончилось Последнее изгнание Галу, да, рассеяние еврейского народа Все собрались опять в земле Израиля И сейчас вот мы вышли в последнюю серию мировой истории И те, кто хотят к ней хорошо быть подготовленными Знаете, как я еще помню в советское время Когда приходишь куда-нибудь там В театр, по-моему, да, в театр приходили И была такая программка И те, которые такие козырные театралы Которые знали, ну вот, толк в театре Они обязательно с этой программкой сидели такие И они знали там первое действие, второе действие Кто это подготовил, кто это подготовил В общем, мы сейчас готовимся к последнему действию И сейчас мы будем изучать книгу, которая называется Одна из моих любимых книг в Торе Называется она «Меделат Эстер» «Свиток Эстер» Значит, эта книга была записана Примерно, примерно 2400 лет назад Между 2400 и 2500 лет назад И эта книга, она входит, естественно, в письменную Тору Она описывает события, которые происходили Происходили в Древней Персии На том месте, где сейчас находится Иран Как раз вот Иран на сегодняшний день тоже один из таких мировых центров В которых сейчас разворачивается Знаете, как вот ружье, которое висит на стене Оно должно в каком-то акте выстрелить И Иран, который обогащает Уран Тоже, кстати, интересно Иран, Уран Там тоже же не зря это почти одинаково звучит Иран, значит, это Персия И события «Меделат Эстер» Они разворачивались в Персии Как раз там, где В тех местах, где находится сейчас государство Иран И интересно, что в Иране есть модила Прямо официальная модила Главных героев книги «Меделат Эстер» Мордыхая и Эстер Значит, они были оба пророки тоже, кстати Они были пророки И мы сейчас из этой книги узнаем Не просто историю, которая была тогда Тора, она нам дает От создателя мира дает структуру мироздания Когда устная Тора Когда есть в Талмуде, есть целый трактат Это трактат устной Торы, который разбирает все тайны Которые скрыты в «Меделат Эстер» В письменной Торе То есть Талмуд это как раскрытие глубинных тайн И в Талмуде написано так, что Мы изучаем «Меделат Эстер» Чтобы знать, что думали люди Участники этих событий Что происходило с ними В реальности Значит, что они думали И что с ними происходило в реальности И почему это происходило То есть мы в «Меделат Эстер» Рассматриваем три слоя Точно так, как в жизни человека Человек в жизни как? Он что-то себе задумывает Потом с ним что-то происходит И он не понимает, почему это происходит Но, возможно, это происходит Вот по каким-то скрытым причинам То есть мы не видим же Всю, всю, как бы Всю глубину события Мы всегда видим только маленький-маленький Такой вот фрагмент И кто изучал Каэлит с нами Мы изучали уже Каэлит, Экклезиаст книгу Там написано, что Бог дал Этот мир в сердца Бнеадам Дал этот мир в сердца Бнеадам Причем мир, слово, оно написано словом Олам Олам без вава То есть сокращенно, как мр Дал мр, не мир, а мр В сердца людей То есть дал восприятие людей Без того, чтобы дать Хотя бы одному человеку в мире Все от начала до конца Все события То есть каждый человек Какой бы он ни был умный, развитый Глубокий, мыслитель, знающий Он видит только маленький-маленький фрагмент мира Маленький фрагмент мироздания И все люди, которые смотрят на ситуацию Под разными ракурсами Они все видят как Таким лучиками, как кусочек У них в голове есть только кусочек мироздания Кусочек картинки Кусочек реальности Каждый видит субъективную реальность Которую сам же у себя в голове создает И ни один не видит всю реальность полностью А мы сейчас с вами вместе Мы рассмотрим некий процесс Мы его рассмотрим с разных-разных ракурсов И мы увидим его полностью Причем, что интересно Что интересно Первое Первое, значит, хорошо, что мне Максим напомнил Максим молодец Вот он прямо, память у него Значит, этот урок Вся от него духовная сила Когда изучаешь штору Присоединяешься ко Всевышнему И вырабатываешь очень большую духовную силу Когда человек чем-то занимается Он своей мыслью вырабатывает какую-то энергию Иногда негативную Иногда позитивную Иногда святую Иногда будничную Иногда животную И так далее Так вот мы сегодня Так как мы учим Тору И вырабатываем Жух Огромную, святую, позитивную энергию А у меня как раз на этой неделе Очень удивительно В то воскресенье Отец попал в больницу В скорая помощь Все Но, слава Богу, выздоровел Выздоровел все сейчас уже дома В этот шаббат Прямо В этот шаббат Значит Моя дочка Дочка Ельбатя Вдруг у нее тоже там Рвет Все, скорая Значит Вызвали скорую Приехали в больницу Аппендицит Вырезали аппендицит У тебя сейчас ночью У меня был в больнице Ночевал Так вот Духовная сила этого урока Чтобы была Лери Фуашлама Для полного выздоровления Борух Бен Сара Борис сын Сары И Ельбатя Батрифка Когда кто-то болеет Нужно молиться за его здоровье Называя имя его Имя его мамы И Делая что-то хорошее Доброе Святое По заповедям Для того Чтобы сила этого действия Пошла на небе На его Эккаунт Для его выздоровления Чтобы была Рефа Ашлама Борух Бен Сара И Ельбатя Батрифка И Среди всех Больных Народа Израиля Среди всех Больных Мира Среди всех Близких Людей Которые Если есть у нас У кого-то близкие Или мы сами болеем Чтобы все выздоровели Я всем желаю Полнейшего Скорейшего Безусловного Выздоровления Духовного И Как следствие Физического Потому что Все Корни Болезни Они находятся В духовном мире Хорошо Значит Это вот Максим Напомнил Спасибо ему А мы возвращаемся Опять к Медилат Истер Значит мы узнаем Из этой книги Из этого свитка Истер Мы узнаем Очень важные вещи Например Мы узнаем Что Это единственная Книга Торы В которой Всевышний не упоминается Представляете То есть Единственная книга Во всей Торе Где Всевышний Ни одного раза Не упоминается И само слово Эстер Эстер Оно Оно переводится Как скрытое Свиток Эстер Свиток скрытого Присутствия Всевышнего В котором В котором Он Происходят Удивительные события То есть Вот это Свиток эстер Происходит Там Просто детектив Вообще Ни один детектив В долю не падает Или приключенческая книга Как там было все Запутанно Интересно И какая Санта Барбара Там была Вообще удивительная И Всевышний И Всевышний Ни разу Не упоминается То есть Он Весь Всем этим Процессом Руководил Вплоть до того Что это Святая книга Которую изучают Чтобы именно Понять Как Всевышний Управляет Миром Но при этом Его имя Не упоминается Ни одним из персонажей Этой книги Представляете Хорошо Начинаем мы Читать Начинаем мы читать Медилат Эстер Значит Я вам В описании К этому уроку На странице В Аикра На портале Ваикра.ком Будет Перевод Медилат Эстер Перевод Свитка Эстер На русский язык На иврите Те кто уже Читают на иврите То есть Мы Подготовим Все будут ссылочки На все статьи В Википедии Есть статьи Разных Преподавателей Торы Равинов Которые разбирают Там очень много Нюансов Очень много Нюансов Очень много Нюансов Есть в Медилат Эстер Представляете За 2400 лет Сколько там написано Значит Все это будет На сайте Пятсфер А мы начинаем читать Ваеи Бэмэ Ахашвирош Начинается Медилат Эстер Значит И было В дни Ахашвироша Значит Было В дни Ахашвироша Секундочку Вот у нас Текст на иврите Вая Начинается Книга Ваеи Ваеи И было Бэмэ Ахашвирош В дни Ахашвироша У Ахашвирош Амолех Меоду Веаткуш Шева Вестрим Уме Медина Значит Первый отрывок Водит нас сразу В повествование И говорит нам Бэмэм В эти дни В Индии Вообще Вообще Казалось Казалось Что это нам Дает Но От всех остальных Людей Только Неуем Амбициями То есть Он был Простой Человек Некоторые Говорят Что он Даже был Рабом Изначально А другие Говорят Что он Был Парикмахером Но Он Начинал С самых Самых Низов И имел Неуемные Невероятные Амбиции И он Поднимался Вначале Он стал Очень Богатым Потом Когда он Стал Очень Богатым Он стал Царем В одной Из Областей Ну вот Грубо говоря Например Янукович Был такой Виктор Федорович Янукович Он стал Вначале Мэром Донецка Потом Он стал Губернатором Донецкой Области То есть Донецка Область Это одна Из областей Которая Одна из Областей Украины Да То есть Одна из Областей Потом Он стал Президентом Украины Ахашверош Его путь Был примерно Такой Была Огромная Империя В которой Состояла Из Персии Была Страна Илэм Была Там Вавилон И так Далее Все это Было Междуречь И там Было Очень Много Городов Государств Такие Как Областные Центры И в каждом Центре У них Был Вот этих Вот Государств Потом Из-за своего Богатства Из-за своих Неуемных Амбиций Он Продолжил Продолжил Подниматься И с помощью Переворотов Обманов И так далее Я помню Когда в 2000 Году Я уезжал Из Бывшего Советского Россия Уже была Тогда Россия И тогда Стал Президентом Страны Путин Как раз Был 2000 Год Стал Путин И я помню Как вот Был он Подполковник Вообще Подполковник ФСБ Да Подполковник Потом он вдруг Становится Премьер-министром Его представляет Ельцин Представляет Вся семья Ельцина Вот Это там Премьер-министр Потом он говорит Все Будем мочить Террористов В сортире И вся страна Взрывают Пару домов По стране ФСБшники Сами закладывают Взрывчатку Их ловят Они говорят А мы тренируемся Мы тренируемся Их ловят Прямо со взрывчаткой Они закладывают В дом взрывчатку Взрывается Несколько домов Жилых домов С людьми И Он говорит Мы сейчас будем Мочить террористов В сортире Начинается Чеченская война Сто тысяч Там убивают людей И значит Оп Он становится Президентом России Я уехал тогда В этот год Я уехал И Ахашвирош Примерно Он таким образом Поднялся В эти дни На Значит На престол В городе Который Назывался Шушан Теперь Нам кажется Что Шушан Это Шушан Что за Шушан Какое к нам Имеет отношение Шушан Но если вы Погуглите Витипедии Окажется Что Шушан Это Сузы Как мы знаем Что Вот есть такой город Древний город Сузы Он был Один из самых Древних и больших Городов на Ближнем Востоке И Мы опять Можем вспомнить Что Евреи Древние Они очень любили Букву Ш Шлома Моше Ирушалаем Еушуа И так далее То есть Есть Буква Ш Которую очень любят Евреи Во всех почти словах Есть много буквы Ш Теперь Но древние греки И наверное Другие народы Через которые К нам пришла Тора Да То есть Есть Септудианты Это перевод Торы На греческий язык Там буквы Ш Нет Там есть буква С Поменяли Все Все Ш Поменяли На С Моше Стал Моисей Значит Моше Стал Моисей Потом Стал Значит Моше Моисей Ирушалаем Стал Иерусалимом И так далее Значит И Сузы Стали Шушан Вернее Шушан Как они Назвались Изначально Шушан Стал Сузами И вот Ахашверош Он садится На этот Главный Престол И у него Единственная Была Единственная Цель У человека Который Поднимается На престол Царской Власти И он Эту царскую Власть Захватывает Силой У него Единственная Цель После этого Это удержаться На этом престоле То есть У него нет Других целей И вся Следующая Книга Вся следующая Книга Медилат Эстер Свиток Эстер Надо рассматривать С этой точки Зрения Что царь Ахашверош Который Из простого Человека Стал царем Он все Делал То есть Его главное Намерение В этой книге Как главное Намерение Любого Политика Который Захватил Единоличную Неограниченную Власть Его главное Намерение Это удержаться И вот он сидел Значит В этой столице Шушане Значит Что сделал он Он Раньше цари Сидели Был Вавилон Давайте сейчас Чуть уйдем в историю Значит История такая Мы только что Закончили изучать Книгу Мишлей Притчи Царя Соломона Значит Царь Соломон Построил Первый Иерусалимский храм Было это 2900 лет назад Плюс-минус Там Может быть Разница Плюс-минус 50 лет Я просто округляю Цифры Значит 2900 лет назад Царь Соломон Построил Первый Иерусалимский храм Он был Сыном Царя Давида И он Был Царем Над всем Израилем То есть Над всем Израилем Над всеми Двенадцатью коленами Он был царем Теперь его сын Которого звали Рехавам Он Хотел тоже быть Царем Над всеми Двенадцатью коленами Но пришли Десять колен Которые Десять колен Которых возглавлял Представитель колена Колена Эфраема Да Яровам его звали И сказали Что мы Хотим отделиться Мы не хотим Или снись нам налоги Или сделай нам жизнь Чтобы мы Не платили большие налоги То есть Освободи нас Более-менее Или мы Просто уйдем Рехавам Сказал Я вас никуда Не отпущу Тогда эти Десять колен Сказали Тогда мы Уйдем силой Царь Рехавам Сын Царя Шломо Он сказал Ладно Я воевать Не хочу Не хочу воевать И осталась Страна Которая Называлась Иудея Иуда Со столицей В Иерусалиме И там осталось Только два колена Это была Очень бедная Страна В которой Не было Никаких Таких Больших Богатств И десять Колен Которые отделились Они образовали Государство Которое Называлось Израиль Израиль Это было Богатое Государство И царь Яровам Который Не хотел Чтобы народ Шел в Иерусалим Служить Богу На праздники Он боялся Что сейчас Народ придет В Иерусалим В Иерусалимский храм Вспомнят Опять про Бога Вспомнят Что Бог Обещал И поклялся Что будет царь Только из рода Царя Давида И народ Значит Скажет ему Слушай Знаешь Что Яровам Извини Мы решили Опять объединиться На что Яровам Сказал Что нет Запрещено Идти в Иерусалим Поставил Двух идолов В Дании И Бершеве Каких идолов Он поставил Золотой телец Он поставил Золотых телец В Дании И Бершеве И сказал Народу Все Вот божества ваши Служим Золотому идолу И значит Поставил Священников И перекрыл Границу Сказал Что Иудея В Ради Значит Израиль Это Израиль И значит Как сейчас происходит Когда пытаются Разделить Религиозное Население В Израиле И нерелигиозное Или малорелигиозное Я считаю Что не бывает Совсем нерелигиозных Людей Бывают люди Которые Верят в Бога Но они Меньше соблюдают Заповеди Они не знают Как служить Богу И они себя Называют Нерелигиозными Малорелигиозными Есть очень сильно Религиозные Есть среднерелигиозные Малорелигиозные И так далее Все в зависимости От степени Соблюдения Заповедей Есть маленький Процент Атеистов Это люди С помутненным Разумом С помутненным Разумом У которых Они верят В то Что они Произошляют Обезьяны То есть У них Такая вера Своя вера В них Атеисты Это такая Маленькая Секта Которые Сектанты Которые верят Что они Произошли От улитки Есть атеисты Которые верят Что они Произошли От инопланетян От гуманоидов Ну сектанты Такие Они Странные люди Значит Разделилось Это государство И прошло Всего лишь Прошло Значит После того Как они разделились До разрушения До разрушения Первого храма Прошло Где-то Меньше чем 400 лет 380-390 лет И Теперь Получается Такая вещь Что Вавилонский царь Которого звали Навухаднецер Он пришел Со своей армией И разрушил Первый Иерусалимский храм Почему Потому что Уже Как бы Бог сказал Что Посмотрите Вы же не служите Мне нормально То есть Храм Это было место Это как дом Бога Он сказал Что же вы творите То да Ну сказал Образно Он не сказал Хотя он говорил Через пророков Он много раз Говорил через пророков О том Что надо Надо быть Более духовными Больше служить Богу Больше соблюдать заповеди Люди не слышали Тогда пришел Навухаднецар Разрушил Первый Иерусалимский храм И евреев Переселил Вавилон То есть В этот момент На 70 лет Когда начинается Книга Медилат Истер Нужно понимать Что в момент Когда царь Ахашверош Сел на престол Вот этих 127 государств Это была империя В этот момент Евреи находились Уже в Это не было Рабство Это было Вавилонское Изгнание Они были в изгнании Уже 70 лет 70 лет Они были Израиль был разрушен Храм был разрушен Там была пустыня В Израиле То есть Люди не жили А в Вавилоне Была самая большая Еврейская община Как сейчас Евреев очень много В Америке И они занимают Там очень высокое положение Точно так же В те годы Евреи занимали Огромное Высокое положение В империи Которую Которую возглавил Ахашверош И с этого Начинается Событие Медилат Истер Значит Мы продолжим Изучать Медилат Истер Завтра С Божьей помощью С 10 утра До 10.20 У нас будет урок И мы узнаем Что было дальше Все Давайте сделаем Выводы Значит Может Любой человек Мы видим это Из современной истории Мы видим Как на сегодня Эта схема Ахашвероша Она работает Янукович Был президент Украины Трамп Неуемные амбиции Простой человек Стал Значит Президентом США И так далее То есть мы видим Что в наше время Это тоже Лукашенко Например Да Стал Таким Неограниченным Правителем Белоруссии Эта схема работает Был Ахашверош А стал царь Ахашверош И вот мы узнаем Что было дальше С царем Ахашверошем Как дальше Разворачивали события Все Всем удачи И успехов До завтра Встречаемся С 10 До 10 Завтра Утром Значит Перейдите на портал Воикра И будут там Все материалы Советую Прочитать книгу Потому что мы будем Ее не читать Мы будем вглубь заходить То есть сейчас нам Главное не Внешняя канва А именно То Те законы Которые нам Всевышний Раскрывает В Свит Тестер Все Удачи Успехов Всем хорошего дня Пока Чтобы было Рифа Ашлама Чтобы было полное Здоровление Всем больным Близким Да людям Всем людям Которые Сейчас болеют Чтобы им было Полное Выздоровление Пока